Приветствую вас. Мне кажется, что у вас здесь есть несколько противоречий к вашим вопросам. Я попробую вам на эти противоречия обратить внимание ваше, указать. Первое. Все огромные суммы, которые вы потратили на различных специалистов. С одной стороны, страны были связаны с тем, что у вас все-таки какие-то улучшения имели место. Вот у вас все-таки какие-то улучшения у вас либо происходили, либо происходят сейчас. Мне кажется, что это хорошо. Мне кажется, что это здорово, что у вас все-таки есть. И это значит, что не зря вы эти суммы потратили. То есть почему-то вы считаете, что вот те улучшения, которые у вас сейчас есть, да, они почему-то, как вы считаете, они не стоят тех денег, которые вы на них потратили. Вот, если я здесь с вашего пополнения с вами не соглашусь и замечу, что некоторые обеценивающие тенденции вообще как будто бы сохраняются по времени здесь. Вот. То есть, обеценивание, к сожалению, все, что вызваны, это все-таки признак депрессии. Это первое. Второй момент. Это то, что вы выбрали себе очень много специалистов. Вот. Вы послушайте только психологи, коучи, эзотерики. То есть это все разные люди из разных областей, у которых своя точка зрения на мир, своя классофия. То есть, например, психологи практикуют один подход и одну методику восприятия людей. Вот. Коучи, соответственно, работают по еще одному направлению и так далее. А вы почему-то сразу все это на себя завалили. Либо вы не слишком хотели свою жизнь на самом деле изменить. Либо, что, мне кажется, куда более вероятное, вы пытались достичь какой-то цели. Только не основывали ее, вероятно, эту цель. Вот отсюда такое большое количество специалистов повторюсь. По факту вы оказались, как бы, растерзаны. Растерзаны на несколько сторон. То есть вас в разные стороны тянули. Вот. И отсюда маленький эффект. А вам почему-то не пришло в голову, что можно, например, да, просто выбрать одно направление какое-то. Да. Вот. И просто в этом направлении двигаться еще. Вот. Почему-то вам это в голову не пришло, а это у нас на самом деле был бы идеальный вариант. Так получается, что вы, ну, по сути, по сути, не выбрали ничего вообще. Да. То есть, нельзя выбрать все, а выбрать что-то. Поэтому, если вы выбрали распиление, значит, отсутствие выбора, вот отсутствие выбора и привело к такому состоянию вашему. Вот. То есть, почему-то вы не рискнули выбрать что-то. Только что-то конкретное. Это первый момент. Момент второй. Вы говорите, что вы жалеете, что много денег потратили на психолог. И вы говорите, что сейчас у вас вот есть, ну, как бы, чувство вины, да, перед, там, своими родными, близкими, друзьями. Вот. А я вас, в принципе, понимаю, вот, я понимаю вас. Но вот какой вопрос у меня к вам. А как же вы с таким подходом? Ну, вы обращаетесь, собственно, к психологам-то. То есть, ну, если у вас такой подход, что вы много денег потратили на, допустим, психотерапию. Хотя это сложно назвать психотерапией. Вот. Но вы вновь обращаетесь опять за помощью. Вот. Как-то это немного странно. Ведь, ведь, если с вами нужно работать, например, вот, если с вами нужно работать, то это опять некоторые вложения. А получается, что вы не готовы. А получается, что вы не готовы к психотерапии. И получается, что вам не помыть, потому что, как бы, ответом на ваш текст проблемы не решить. Вот. Не знаю, понимаете вы это или нет. Отдают вы себе отсчет в этом или нет. Вот. Ну. Тем не менее, это так. Это так. Это так. Это так. И вот вам, как минимум, несколько противоречий, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Да. Вот. Что вам делать? С этим дальше, я думаю, нужно решать, отпустить эту ситуацию. Вы сможете только если, значит, будете лучше себя чувствовать. Вот. То есть, то, что у вас сейчас происходит хорошо, но, на мой взгляд, вот, собственно, с завершением, да, в определенной степени завершения вы достаточно далеки еще. И вы по-прежнему себя обвиняете, по-прежнему себя обвиняете, вряд ли это говорит о том, что от депрессии вы избавились. Вот. Ну и, не совсем, не совсем понятно, если у вас диагноз депрессия или… или… это вы сами так решили. Ну, что у вас депрессивное состояние. Вот. Мне кажется, что это важный момент, потому что если вы сами решили, что у вас депрессия, вот, что это вообще-то то, что называется самолечением. Случаи с депрессией – это весьма-весьма опасно, потому что вы можете себе навредить. Вот. Вот. В том, что касается психотерапии, в том, что касается психологического здоровья человека, вот, очень важным присутствием другого. Вот. Вот. Поэтому, тут вот вы, я бы сказал, подвергаете себе опасностям, вот, если, ну, занимаетесь самолечием. Вот. Я бы не рекомендовал бы категорически вам этого сделать. Вот. Вот, наверное, такой ответ. То есть, пока непонятно, что вы хотите, вот, вы говорите, да, что, там, до этого я была одной, сейчас я другая. Ну, правильно, как бы, вы изменились, теперь вам нужно учиться заново жить. Вот. Это не значит, что вы станете такой, как были. Это значит, что, возможно, вы не будете такой, как вы были. Вот. Ну, в смысле, вполне вероятно, что вы не станете такой, как были. Вот. Вот. И это нормально. На мой взгляд. Вот. А почему вы говорите, это проявление как раз вашего, как мне кажется, депрессивного синдрома. Потому что вы себя почуете и вы себя видите. Вот. И что, кстати, что, ну, что должны кому-то. Что-то. Я бы сказал, что это не очень хорошая позиция. А вот. Ну, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения моих ценностей, например. Вот. Нет, это хорошо. На мой взгляд. Ну. Решать. Решать. Тем не менее, вам как действовать дальше. В общем, тут за вас никто не решит. Ну, я думаю, что это, в принципе, в принципе, нормально. Я думаю, что вы понимаете, что никто не решит за вас. Вот. Поэтому определитесь. Сначала. Да. Вот. А потом, соответственно, поймете, как вам действовать дальше. Дальше. Вот. Как вам двигаться дальше. Чего вы ждете от психологов? Чего вы ждете от психотерапии? В принципе. Вот. И все-таки я надеюсь, что вы не будете распыляться все свои силы. Кидать. Вот. На. На. Всех. А. Напротив. Уделите внимание. Внимание. Именно. Чему-то. Ну. Одному. Да. Одному. Вал. Вот. Вот. Как-то так. Я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Ага. И, кстати, денег тоже гораздо меньше будет уходить. Потому что всех специалистов оплачивать не будет. И будете оплачивать только одной. Например, если это будет психотерапевт. Вот. И. По времени это. То есть. По деньгам это будет вам гораздо дешевле, чем облачивать большое количество специалистов. Но это вот. Работа такая. Может быть, в принципе, более чем. Лично. То есть. Эта работа не надо. Один раз. И. Даже. Не на один месяц. Вот. Потому что если вы. Раньше-ранше. Как вы говорите. Были. Были. Одной. И. У вас. Все было. Супер. Да. То. Ну. Не спали бы вы. Получи. Очевидно. Состояние депрессии. Так что. Тут. Факт. Что с вами это произошло? Приношло. То, что произошло. Говорит о том, что может быть уже летовые активные. Ааа. Может быть. Что-то вам. Ээээ. все равно тяжело давалось, и об этом не замечали, ну возможно не замечали, как раз из страха потерять тот образ жизни, который у вас был, ну вот, оказалось, что вы допоминались, а может быть и всегда были другой, а образ жизни вам подходит, мягко говоря, не совсем, то есть он вам не подходит от слова совсем, но это сложно поднимать, вряд ли вам станет, лучше если вы будете продолжать, например, если вы будете продолжать пытаться восстановить, да, вот ту версию, ту версию себя, которую выбил, потому что стоит целая фона, вполне вероятно, что ушла, вот, и вам нужно не искать ее, потому что, ну вы можете ее и не найти, ну вот, а вам нужно, как мне кажется, заново искать себя, вот, заново устраивать, простраивать свои личные границы с миром, вот, с вашим окружением, вот, и вероятно смотреть на него, на это окружение, несколько по-другому, нежели чем вы смотрите сейчас, вот. На этом все, надеюсь, что помогу вам, а буду ввыграть это им, за обратно в связь, по-другому, а то, что позволит вам начать, а работа на цепи, желаю вам всего снова, доброго! Субтитры создавал DimaTorzok